Анастасия Черных документоведом трудится чуть больше года. Педагог по образованию работу выбирала долго. Должности продавца или администратора не рассматривала. Искала место с возможностью карьерного роста и заработной платой не в конверте. Заинтересовало, во-первых, то, что здесь всё-таки саморазвитие получаешь. То есть ты много узнаёшь с органами, как что с документами это в жизни пригодится. Мне очень многие знакомые друзья спрашивают по документам, вот скажи, что как. То есть как бы и саморазвитие, зарплата, я считаю, очень хорошая. Многофункциональные центры «Мои документы» во Владивостоке работают больше трёх лет. Со времени открытия первого количество услуг, что здесь оказывают, выросло почти втрое. Люди узнают о нашей работе, о том, что удобно сдавать документы для получения тех или иных услуг именно в МФЦ. Поэтому у нас постоянно увеличивается поток заявителей. И мы видим, что сейчас у наших специалистов уже не хватает. Все услуги в МФЦ оказывают бесплатно. Здесь можно оформить любые бумаги. От получения паспорта до открытия собственного дела. За время работы МФЦ сюда обратилось уже более миллиона заявителей. Люди возле окон есть всегда. Я в следующий раз обращусь в МФЦ за заменой паспорта по возрасту, за заменой загранпаспорта. И что ещё мне надо будет, я обращусь тоже в МФЦ. Почему? Потому что очень удобно, быстро. И немного времени уходит. Решение увеличить штат специалистов-документоведов – насущная необходимость. Коллектив, рассказывают сотрудники МФЦ, здесь крепкий и сложился практически с открытия. Люди работают молодые и если уходят с работы, то в основном в декретные отпуска. Но с увеличением количества посетителей возникла необходимость и в новых специалистах. Интересная, непредсказуемая работа. Всегда разные люди, разные потребности. Интересно помогать гражданам решать их вопросы. Попасть на работу в МФЦ – задача вполне выполнимая. Нужно быть уверенным пользователем компьютера, любить общаться, иметь высшее или среднеспециальное образование. Трудоустройство здесь официальное с первого рабочего дня. Но карьерный рост уже зависит от амбиций и профессионализма соискателя. Светлана Садовая, Игорь Болтов. Новости на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...